Всем привет, это Варлорд. По многочисленным вашим просьбам, сегодня я показываю вам свою пластину с темной стороной силы по Звездным Войнам. Здесь практически все мои фигурки по темной стороне. Как и в случае со светлой стороной, буду показывать вам все их по рядам. Наверное, самый крутой у меня здесь первый ряд. На нем собрались главные ситки из вселенной Звездных Войн. Первые две минифигурки это Дарт Вейдер. Дарт Вейдер первый у нас из 2015 года, ну а второй же не припомню откуда. Он без плаща и вроде бы был в Звезде Смерти. У меня было еще пару Дарта Вейдеров, но к этому обзору они не дошли. Далее Император Палпатин. Здесь две его версии. Левый из последней дуэли на Звезде Смерти, ну а правый из Звезды Смерти. Чуть постарше эта минифигурка. Затем два Дарта Мола. Один, который находится справа по Войне Клонов, ну а другой из первого эпизода. Новый герой относительно Звездных Войн Кайло Рен. Слева Кайло Рен из Шаттла, ну а справа битвы на Дакодана. Ну и замыкает этот строй граф Дуку по второму эпизоду. Ну и сразу на втором ряду видим еще одного графа Дуку по Войне Клонов. Рядом генерал Гривус из Байка Гривуса, затем офицер первого ордена, генерал Хакс, адмирал Таркен из Звезды Смерти, Джанго Фетт, Боба Фетт и более старая версия Боба Фетта. Ну и замыкает второй ряд у нас Инквизитор по Звездным Войнам Повстанцам. Далее несколько минифигурок. Они встречались в батлпаке первого ордена и в шаттле Кайло Рена. Затем офицер также встречался в батлпаке, еще две минифигурки из Звезды Смерти, затем штурмовик Пилот, далее два солдата Ситхов по Старой Республике и минифигурка из Сокола Тысячелетия Тасу Лич. На четвертом ряду расположился знаменитый охотник за головами Эмбо, далее канцлер Палпатин, еще один охотник за головами, далее у нас минифигурка Гридо, поголь меньший, два стражника дворца Джаббы и в частности Джаббы, и еще две минифигурки воинов Ситхов по Старой Республике. Пятый ряд начинает Малакили, укротитель ранкора, затем офицер по пробуждению силы, затем наимодианский воин, ункарский разбойник, офицер первого ордена, далее минифигурка Таскинского рейдера Орра Синг, советник Джаббы и приспешник Тасу Лича. Затем у нас очень редкая минифигурка Дроида по Звездным Войнам, он попадался, если не ошибаюсь, в Истребители Мейса Винду, затем минифигурка по, если не ошибаюсь, четвертому эпизоду, далее два воина, которые присягнули Дарту Молу в одной из серий мультфильма «Звездные войны. Война клонов», четыре Мандаларианца и достаточно старая минифигурка Генерала Гривуса. Некоторые из рук у меня потерялись, поэтому еще очень давно я взял обычные руки боевых дроидов и покрасил их в белый цвет, и также изменил ему ноги, перекрасил их. Ну, в общем, смотрится он, конечно, не так, как в первоначальном виде, но, тем не менее, это минифигурки лет семь, так что, можно сказать, это раритет. Затем шесть стражников Императора Палпатина, еще две минифигурки по войне клонов, в одной из серий этого мультфильма они встречались, далее у нас Скаут по шестому эпизоду «Звездных войн», затем два штурмовика Первого Ордена. Затем восемь минифигурок снежных штурмовиков по пятому эпизоду «Звездных войн», у меня их было больше, но на данной пластине представлено восемь. Далее у нас штурмовик, если не ошибаюсь, зовут его Командер Гри, имперский штурмовик, в игре Star Wars Battlefront таких называют штурмовики с тяжелыми бластерами. Дальше у нас штурмовик «Тень», пилот AT-AT и далее у нас много штурмовиков. Здесь разные штурмовики и по оригинальной трилогии, и по пробуждению силы, так что, в общем, называть всех я, конечно, не буду, а сразу перейду к ряду, который находится перед дроидами. Здесь у нас минифигурка «Скаута» еще одного, затем офицер штурмовиков Первого Ордена, обычный штурмовик Первого Ордена с тяжелым обвесом, офицер снежных штурмовиков Первого Ордена, три штурмовика Первого Ордена снежных и еще один пилот AT-AT. Далее у нас три минифигурки «Джавы», которые у нас встречались в нескольких наборах. Один из них, я помню, это капсула дроидов. И вот такой вот необычный дроид. Если не ошибаюсь, такой был в «Звезде смерти». Далее у меня три ряда дроидов. Здесь есть разные дроиды, начиная от обычных и заканчивая пилотами. Также здесь представлено несколько дроидов из битвы за «Джеонозис». И на последнем ряду у нас супер-боевые дроиды. Тоже очень, кстати, классные фигурки. Сейчас уже не помню, чтобы таких выпускали. У меня, конечно, есть еще и обычные дроиды, но я решил не заполнять эту пластину этими сборными фигурками. Что ж, мы кратко ознакомились с моей пластиной «Под темной стороне силы». Здесь есть, которые мне нравятся меньше, есть вообще мои фавориты, типа Дарта Вейдера или Кайло Рена. Ну, в общем, все они достойны вашего внимания. Конечно же, я хочу поставить рядом светлую сторону. Вот сейчас две пластины перед вами. От вас в комментариях я жду мнения, какая коллекция нравится вам больше, светлой или же темной стороны. Ну и, конечно, если не видели подробный обзор на светлую сторону силы, обязательно перейдите по ссылке и посмотрите его. Там тоже мини-фигурки знатные, но если выбирать, мне кажется, по темной стороне немного лучше. На сегодня у меня все. Ставьте лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok